Казалось бы, васильки, что может быть для нас привычнее, чем эти цветы? Но именно наши нежные волошки влюбили в Беларусь мастерицу из Страны Восходящего Солнца. История этой любви воплотилась в национальной одежде. О японском кимоно по-белорусски даже рассказали в репортаже японского телевидения. Большинство авторов проекта — это профессиональные создатели кимоно. Среди них — муцуми окуна, которую попросили сделать кимоно с белорусскими мотивами. Этот опыт действительно изменил ее жизнь. Мастерица из города Киото никогда не была в нашей стране. Но за полгода, работая над кимоно в белорусском стиле, ей удалось не просто создать дизайнерскую вещь, но и понять, что такое белорусская душа. О заокеанской любви, таланте и о том, что общего между белорусской и японской культурой. Александра Раткевич. Мир через призму японской культуры. Воплотить в жизнь эту идею к Олимпиаде 2020 в Токио предложили дизайнеры страны восходящего солнца. Задумка внешне проста. 206 стран-участниц и столько же кимоно. Сложность в том, чтобы создать наряд, который полностью передаст национальный колорит. Беларусь досталась госпоже Муцуми Окуна, которая до старта проекта даже толком и не знала, где находится наша страна. Человек, который наденет это кимоно, не просто должен чувствовать себя прекрасно. Он должен чувствовать себя белорусом. Нужно отразить душу народа. Путь к традициям белорусского ткацкого ремесла госпожа Муцуми начала с книги «Народный орнамент», которую нашла в интернете. В сети японская мастерица познакомилась и со студенткой НИИ, минчанкой Евгения, которая, как и наши дипломаты, помогала ей ближе узнать традиции. За процессом познания белорусской души и культуры следили журналисты ведущего японского телеканала NHK. В течение полугода запечатлели разные этапы, каждый из которых свои незабываемые эмоции. Когда рисунок наконец-то ожил, на ткани было невозможно сдерживать слезы. Плакали от радости и восторга. Это невероятно. В действительности выглядит волшебно. У меня так много гордости за свою страну. Впервые шелковый японский наряд по-белорусски увидел свет на шоу в Токио в мае и произвел фурор. Беларусь – фурисаде. Это праздничный наряд для незамужних девушек и невест с длинными рукавами. В основе рисунка – васильки и аист, национальный символ страны. Работа молодого дизайнера госпожи Муцуми Окуна. Оби пояс для кимоно сделала дизайнер Каори Синкай, используя тканную технику Хаката Ори. Многие удивляются, как человек, который никогда не был в нашей стране, смог так тонко и душевно отразить национальный колорит Беларуси. Мы же решили не строить предположений. На связи к Киото. Привет из Беларуси! Вы когда-нибудь видели эти цветы? Конечно, на моем кимоно. Васильки по-японски будет Ягирима Гейку. Этот цветок у нас не растет на полях, как в вашей стране, но его можно найти в магазине. Это мне немного помогало, как и то, что в Японии тоже чтут аистов. Хотя наша национальная птица, фазан, три месяца ушла на изучение культуры, истории Беларуси, орнамента, потом разработала дизайн. Еще три месяца понадобилось для пошива и росписи кимоно. И за это время я действительно влюбилась в вашу страну. В японской культуре считается, что кимоно обладает особой энергетикой и даже силой исполнять желания. Одной из них — встреча с группой Navi Band, музыка которых сопровождала весь творческий процесс. Японский менталитет часто характеризует как культуру сдержанных эмоций, но чувства мигом перелетели через океан. Ты мне подкажешь, коли поставить, все подшутьте на полтор. Ты мне подкажешь, коли поставить, все подшутьте на полтор. Не первым улетай, ты лепшим станешь, как наши дэвы первоплялись. Еще одно подтверждение того, что музыка и искусство не знают расстояния языковых барьеров. Тем более, что белорусские и японские языки оказались очень созвучны. Теперь я ношу вот такую вот вышиванку, которую мне прислали друзья. И сделала для себя повседневное кимоно с белорусским орнаментом. Я рассказываю о вашей стране. Очень хочу создать свой бизнес по производству кимоно и, конечно, побывать в Беларуси, которую я так люблю. Японцы, они особенные люди. Потому что они очень старательно сохраняют свои традиции культуры. Они очень тонко чувствуют. И поэтому, мне кажется, им не так сложно проникнуть в какую-то культуру другую. Это отличный пример для многих наших людей. Если в новом альбоме Артема и Ксюши появится песня на японском, а в гастрольном графике Токио, не удивляйтесь. Мы договорились непременно встретиться всем вместе в стране восходящего солнца. И у нас в краю Голубых озер, в которое так влюбилась мастерица из Японии. Александра Раткевич, Виталий Гончарик, Такака Ташира, Тимофей Беляев, Контуры.